вы на канале модные практики напоминаем что у нас видео каждый день платье с птицами для инги начинаем продолжаем работать мы с вами поработали с макетом отделены на макет и нанесли первые линии но это еще не окончательная выкройка еще работать и работать поэтому вот на этом занятии нам работа предстоит очень серьезная обратите внимание на макет как все сложно вот это у нас кокеточка мы ее отрисовали прямо на фигуре чтоб нам не избиться вот это у нас такой сбоку еще рельефчик вот этот бачок у нас впереди вот это абсолютно отдельная часть а вот юбка вместе с этим будет выкраиваться у нас вот эта вся часть серединка вот видите вот это будет выкраиваться совместно вот с этими складочками вверх поэтому мы сейчас долго длительно и подробно сегодня хотя бы подготовим полочку спинку выкройка будет сложная я хочу чтобы вы поняли как от 10 мерок уйти в такой сложной модели и что нужно для этого сделать перед нами макет который у нас вот после примерки отрезаю по центру переда я хорошо вижу здесь отутюженную такую как центр центр ткани центр спины вот эта половина на ней ничего не нарисовано мы и выбрасываем сразу вот это то с чем мы будем работать от центра спины до центра переда пол макета это уже мы перешли к более серьезным уроком как делать сложные вещи я отрезаю вот так по шовчику то что у нас вот тут вот прошито видите да немножко срезаем вот этот вот плечо чуть-чуть видите какой угол тогда вот вытачку здесь закрываем вот этот угол всегда надо снимать на самом деле его можно было снять заранее а мы снимаем только что вот так вот плечо приводим в порядок немножко мы хотели углубить чуть-чуть пройму углубляем теперь смотрите что получается маленький маленькая спинка большая передняя часть боковой шов нам все надо сместить немножко к переду для того чтобы не было вот это вот такая длинная вытачка и не уходила туда прямо в спину вот этот вот припуск на шов тоже я отрежу вот он сзади он не нужен представьте как вы уже начинаете понимать как построить базовую как от базовой сколько всего можно построить и как вы сейчас будете уже учиться уходить к очень сложным вещам а когда на дворе наступал 2018 год я вам обещала что будем переходить к более сложному всему ну я-то так приблизительно ну сантиметра на два с половиной нужно точно боковой перенести сейчас более красивую выведу линию здесь я вывела красиво здесь нет это я для того расширила спинку за узел оперед это мы могли думать на стадии макета но у нас же это первый макет мы построили базовый вот сделали макет дальше что я делаю срезаю вот эти вытачки вот они видите наша выкройка как стала выглядеть нужно привести ее сейчас в абсолютно плоское состояние вот я привела а потом на этом всем мы будем моделировать что я делала вот так вот 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 у нас край ткани вот этот самый край ткани это центр переда центр переда вот здесь у нас центр переда вот здесь тоже центр переда значит на кокетке мы должны сделать два сантиметра плюс по кокетке это для того чтобы у нас был полу занос 2 сделаем 2 07 на шов и чтоб 3 сантиметра была готова планка мы здесь возьмем плюс 2 первое что я сделаю я сделаю выкройку кокетки вот этой кокетки для этого но кто не веряет ножницам сейчас вот должны взять в руки карандаш ручку что там и нарисовать очень 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 красивые линии но я себя знаю что я как бы отрежу красивее чем я нарисую вот так наполовину я прикрываю вот эту вот смотрите у нас талиевая вытачка и нагрудная но я хочу увеличить на грудную оставить ну и тоже совсем так не прикрываю хочу чтоб красивая кокетка была а вот это у нас вы . часть останется я говорила что у нас вот здесь по эскизу будет вот такая вот небольшая вы . потому что грудь все-таки есть вот она у нас а сейчас я отрезаю кокетку вот смотрите прежде чем отрезать кокетку я сейчас это сниму мы раскрываем вытачку сюда я только сейчас увидела написано раскрыть чуть больше сантиметрика то есть дать вот в этом месте свободку раскрыли вытачку у нас вот она у нас раскрытая сейчас все это будем делать цельные выкройки вы все увидите вот тут никакой прорехи не будет и не забыть что у нас спущенное плечо вот это у нас цельная деталь просто мы дали свободу в пройму еще раз объясняю вот про этот момент сейчас хочу чтобы у вас все в голове не перепуталась вот про этот момент что мы тут раскрыли это расслабили пройму для свободы современного стиля вот она вот это вот вот это талевая вытачка мы немножко прикрыли вот на грудно мы ее открыли за счет того что тут прикрыли а потом опять же открыли за счет того что тут прикрыли вот наша кокетка которую мы должны в точности повторить прибавить 0 7 на шов и прибавить два сантиметра на полу занос нагрудная вытачка закрывается вот наша нагрудная вытачка смотрите вот наша нагрудная вытачка вот она у нас берет закрывается на этом участке вот здесь вот она вот тут остается а вот здесь закрывается и получается что она у нас открывается вот сюда между кокеткой остаток вытачки как все сложно но вы не бойтесь вот так по порядочку по порядочку будете следить за моей мыслью делать первое что я делаю это вот эту кокетку пока все откладываю 2 сантиметра полу занос полу занос плюс на шов ну а шов приблизить 0507 поэтому планочка будет на уровне 3 сантиметров вот так вот смотрите прикалываю первая деталь у нас с вами уже вот-вот будет вот какие-то получаются какие-то уголочки все обходите красивые линии и все все можно выбрасывать теперь смотрите а еще швы . у нас ним никак невозможно обойти вот этот раствор вот никак тут не припасадишь мешок за грудью сделаешь ужасно ну вот так вот наша вытачка вот она на грудная две детали центр переда я буду делать час без припусков на швы припуски на швы буду делать на ткани вот наша выкроечка первое есть кокетка абсолютно готовая выкройка смотрите тут у нас написано плюс 39 теперь нам нужно разрезать вот по этой линии вот по вот этой линии вот а вот это вот это вот это вот это передо мной непростая задача задача такая что мало того что нужно сделать такое сложное моделирование а для меня это не сложно а я каждую операцию продумываю как же показать вам в каком порядке чтобы вам было понятно потому что сложно вот сейчас я решила дальнейшие мои операции в спи с передом сделать так сначала сделать спущенное вот это вот плечико спущенное плечо а потом уже дальше от этой выкроечки вот увеличенной здесь уже дальше моделировать все остальное потому что я сейчас отрежу отдельно буду здесь спускать плечо отдельно здесь вы не поймете вот наша прайма конец плеча нам надо сделать спущенное плечо два с половиной сантиметра у нас вот здесь написано плюс 2 и 5 мы спустили плюс у нас вот тут расширена представьте какую хорошую свободу мы вот здесь вот приобретаем в этом месте вот так выглядит наша вот эта передняя часть со спущенным плечом теперь у нас абсолютно отдельная деталь вот это идем дальше мы сделали кокетку с вами вот эта деталь у нас абсолютно отдельная вот она у нас вот она у нас вот она у нас сейчас я отрежу нанесу вот эту вот красивую линию смотрите как идет линия вдоль плеча вот такая ровно и потом уходит рельефчик вот она у нас вот она пошла 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 и прямо от праймы очень красивую линию сейчас отрежу мало что там нарисовала вот здесь у нас контрольная точка вот она контрольная точка это куда подходит вот этот уголок я сейчас все нарисую пока мало понятно но сейчас будет все понятно посмотрите что вот здесь получилось сейчас вам расскажу все это у нас первая деталь это у нас вторая деталь сейчас у нас вторая деталь это у нас деталь номер один вот она первая вот вторая так будет нам понятнее видите вот тут вот получилось а вы должны рисовать просто очень красивую линию никакие вот эти вот не вырисовывать вот здесь мы отрезали под кокетку вот это у нас вот эта линия вот она у нас вот она вот этот участок вот он вот он смотрите вот он плечо спущенное плечо мы имеем который мы с вами уже отрисовали контрольную точку мы имеем вот контрольная точка контрольная точка вот она контрольная точка вот это плечо плечевое шоу спущенное плечо плавно переходит рельефчик вот у нас прайма а вот пошел рельефчик вот я добилась этой линии которая у нас вот линия деталь номер два поработайте вот так с выкройкой чтоб она такая красивенькая была и так мы с вами сейчас будем работать дальше сегодня у нас видео длинное трудноватое но ничего вот так вот Если вы здесь не отметить контрольную точку, вы не будете знать, где начинать вот этот уголочек присоединять. Здесь тоже немножко спущено плечо, но меньше, чем сверху. Деталь номер два. Вот две детали у нас есть. Посмотрите, какие получаются выкрытики. Деталь три, деталь четыре, деталь пять. Что такое деталь три? Это вот от этих рельефчиков. Вот от рельефчиков. Вот отрезная от начала рельефчиков до конца вот этой детали. Вот у нас вот здесь вот эта деталь номер два кончилась. И немножко вот так вот вверх. И плюс здесь с каждой стороны заложено по четыре складочки. Четыре складочки по три сантиметра. Значит, у нас тут 12 сантиметров и тут 12 сантиметров. Но мы проводим линию центра переда. Вот смотрите. И работаем только с половиной. Половина у нас вот центр переда. Вот наша деталь. Вот, вот и вот. Когда сейчас я все сделаю, вам будет понятнее. Сейчас мы работаем с деталью номер три. А потом скроим платье, и вы все это увидите. Вот здесь мы получили деталь четыре, деталь пять. Мы это тоже потом отрежем, пока это откладываем в струну. Вот что такое деталь у нас три. Вот центр переда. Центр переда, сгиб. Вот центр переда, сгиб. У нас четыре складки по три сантиметра. Я могла бы сейчас разрезать и раздвигать каждый на четыре сантиметра. Здесь на три сантиметра раздвинуть, здесь на три, здесь на три, здесь на три. Но я пойду проще. Я просто прибавлю вот сюда 12 сантиметров. А мы будем знать, что мы прибавили 12 сантиметров на каждую складочку по три сантиметра, а складочек четыре. Прибавляю 12 сантиметров. Это я делаю вместо раздвижки. Вот этой. Просто прибавляю. У нас не вот тут теперь центр переда, а вот тут центр переда, сгиб. Просто если бы мы раздвинули, вот эта деталь у нас бы оказалась здесь. Будьте внимательны, пожалуйста. Вот это я уже прикалываю. Сейчас я обведу нашу выкровичку, вы увидите, что все у нас получается. Центр переда сместился сюда, потому что мы 12 сантиметров прибавили на вот эти складочки. Вот на эти складочки. Вот. Вот моя талиевая выточка, которая была на макете. Вот она. От талии вниз талиевая выточка. Вот она. Я разрезаю до конца. И закрываю вверх. Смотрите, вот наша выточка, которая в базовой основе у нас нарисована, выточка талиевая. Я разрезала до конца и закрыла вверх. То есть дала некоторую такую расклешенность вот здесь. Как бы клеш на закрытой выточке у меня здесь получился. Теперь нужно к длине прибавить 39. У нас тут написано плюс 39. 39 это уже вместе с подгибочкой. Видите, у нас немножко пошло расклешение, поэтому вот немножко нижняя линия уже не будет такой ровной. Почему у нас вот такая получилась линия? Потому что мы вот здесь закрыли, а вот здесь открыли. Видите, как она пошла? И прибавка 39, соответственно, дала вот такую линию, потому что немножко вот тут все расклешилось. Теперь будем внимательны. Что такое деталь номер 3? Вот сейчас вы ее увидите. Верхний срез немножечко вот тут всегда надо иметь в запасе. Лучше потом выровнять. Вот эта часть немножко выше, поэтому я вот тут на складочках чуть-чуть оставила. Миллиметрики. Центр переда. Центр переда, сгиб. Вот я сейчас режу центр переда, сгиб. Центр переда, сгиб. Центр переда. Центр. деталь 1 деталь 2 деталь 3 нам осталось только деталь 4 деталь 5 но здесь просто нужно удлинить длину сейчас деталь 4 деталь 5 там меньше будет всяких заморочек а вот здесь смотрите деталь 1 это кокетка кокетка вот с такой вытачкой в кокетке есть центр переда это полу занос средний здесь вот на сгибе внешние детали есть центр переда значит вот у нас центр переда и вот у нас центр переда вот эти точки должны будут у нас совпасть вот видите центр переда центр переда это уже пошла на полу занос вот этого деталь вот и наша вот эта деталь вот деталь номер 2 а вот это расстояние уйдет вот здесь складочки что такое 4 складочки по 3 сантиметра значит они будут заложены по полтора сантиметра внутрь не так страшно на самом деле мало тут складочек 12 сантиметров с одной стороны и 12 будет с другой вот центр переда центр переда будьте внимательны кто решится на такой платье вот показываю на кокетке детали номер один я поставила вот здесь контрольную точку вот она контрольная . куда даже должен прийти вот этот шовчик вот смотрите вот это вот контрольная . вот она вот они контрольные точки это уже я все выбрасываю деталь номер один номер номер два и номер три у нас отработано сейчас мы закончим деталь номер четыре деталь номер четыре просто вот это вот у нас деталь отдельная деталь которая вот сюда вот пришьется вот она она практически у нас готова ее даже можно не делать деталь номер четыре четыре а вот это вот пятая деталь ее нужно немножко расклешить и удлинить на тридцать девять сантиметров сейчас мы с вами все это пройдем немножечко так берем клюшек чуть-чуть вот это боковой шов боковой деталь номер пять пишите боковой не боковой все 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 пишите на тридцать девять сантиметров удлиняем деталь номер один номер два номер три номер четыре и номер пять все без припусков на швы если бы мы начали сейчас еще с припусками мы бы вообще замучились я по переду подписала все детали буду отдавать вкрой деталь номер один вот она вот центр переда деталь номер три вот центр переда сгиб деталь номер два вот она боковая деталь деталь номер четыре вот она вершинка вот этого нашего рельеф чека и создает абсолютно ровную линию спреймы и деталь номер пять это вот эта боковая часть не бокового рельеф чека вот и написано где боковой шов все передняя часть у нас готова ой на этом мы с вами прощаемся потому что материала очень много думать очень много если я в этом же видео буду давать спинку видео затянется сильно долго поэтому давайте по немножко вникать на этом занятии мы сделали переднюю часть моделировали на следующем моделирование спиночку смоделируем и точно также мы построим это платье после раскроя покажем вам пример очку как мы все заложим эти складочки от утюжим как мы сделаем вытачку сметаем оденем на инку теперь ждите следующих примерах но до того мы еще покажем вам как моделировать спинку как подготовить рукав. Поэтому, ну, заглядывайте в наш интернет-магазин, следите за нашими новинками, пытайтесь моделировать вместе с нами, хотя это непросто, но я думаю, что многие справятся. Еще раз напоминаю, что мы должны быть разнообразными любым путем. Всего хорошего, с вами были мы, Паук Штарина Михайловна, ну и вся наша команда.